Какой-то сериал. Я не буду сниматься в сериале. Я театральная актриса. Ну, потому что меня это раздражает. Какая кухня. Какой-то сериал. Как сказал Сергей Ловыгин, он говорит, ну, что, попал ты в мясорубку, допустим, я смотрела, говорит, что ты там сказала? Что ты играть будешь? Я прошла школу в мире Юрьевича Назарова, понимаете? Мне ничего не страшно. Душа стоит миллион семьсот. Если я сейчас умру, ну, будет жив Савва. Меня жёстко булили. Если я уйду, они победят. У меня было предбулимическое состояние. То, что я пережила, это очень плохо. Это типа видосики какие-то. Всем привет! Меня зовут Саша Бунякина, и вы на канале Про Говори. Сегодня у меня в гостях Валерия Федорович. Она прославилась в мегапопулярном сериале «Кухня», где играла дочку шефа. А я позвала её, чтобы узнать и доказать, что она гораздо большая, чем просто одна роль. У неё много ролей, и она очень приятный, умный и светлый человек. Приятного просмотра! Тебя как зовут? Айжан. А тебя? Наташа. Прошу знакомиться. Екатерина Семёнова. Ты знаешь, кто мой папа? Да, знаю. Тогда ты знаешь, что я могу с тобой сделать всё, что угодно. Уволить, нанять, снова уволить. Она другая, она такая ответственная, рассудительная, скромная. Это не я, это она не хотела иметь с вами дело и попросила меня избавиться от вас. Валерия, привет. Очень рада тебя видеть. Спасибо большое, что пришла ко мне в гости. Спасибо, что позвала. Ты сейчас понимаешь, что твоё детство было счастливым, и ты была долюбленным ребёнком? Или наоборот, какие-то комплексы, обиды? Обиды нет. У меня ничего этого нет. Я вообще считаю, что наш современный мир, на самом деле, он повяз в этих детских травмах, обидах. Но это моё мнение, правда. Конечно, детство влияет. Конечно, мы все родом из детства. Конечно, мы все сформированы из этого. Блин, тратить свою жизнь, которая есть сейчас, на то, что когда-то, 15 лет назад, мама меня обозвала, повила. Эта мама в 90-х тебя выкормила, блин, вырастила, не было ни еды, ничего. Она себе сапоги не покупала. Я про свою маму говорю. Себе сапоги не покупала. Мне деньги давала на танцы, на музыку. И какого хера у меня должны быть обиды на мою маму, которая меня ночью вставала, кормила, жопу подтирала. Ну, серьёзно. И поэтому то, что сейчас всё так немножко... У меня с детства были травмы, комплексы. Окей. Ну, живи там тогда, в этом прошлом. Вперёд ты будешь двигаться или нет? Может быть, это нужно было, чтобы вот это всё было, для того, чтобы ты сейчас был такой, какой ты есть. Ну, серьёзно. Ну, то есть у меня вот такое отношение. Очень комплексно, да. Да. Ну, потому что меня это раздражает. Я думаю, блин, стоит лоб 45-летний и вспоминает, что с ним было в 5 лет. Алё, ну ты чего? Вперёд, иди как-то подвиси там немножко. Поблагодари своих родителей за то, что они жизнь тебе дали. Спасибо, и иди вперёд. Сейчас ты помогаешь маме? Финансово? Ну, финансово, да. Ну, нет, иногда, конечно, помогаю. Но они у меня работают. Ну, то есть я как-то... Ну, когда надо, конечно, вообще это прям такое... Must have. Да. Ты говорила, что в школе ты училась неважно и носила клеймо прогульщицы и троечницы. Да, самого вручения аттестатов. Но потом ты поступила в Щепку. Ты закончила училище с отличием. В какой момент ты оценила важность образования? Что поменялось? В какой момент? Да, я реально плохо учила в школе. Очень плохо. И мне интересна была только литература, история и русский язык. Я очень много читала. То есть там я была той девочкой, которая два по алгебре, по геометрии, по всем техническим просто... Учитель по химии просто говорила, Лера, ничего не пиши, я тебе просто поставлю три. Потому что не было вариантов. Но я очень много читала. И вот ты себе говорит, кто прочитал Доктор Живак? Кто прочитал Войну и мир? Ну, то есть я прям обожала читать и обожаю. Ну, кстати, вот про комплексы. Возможно, возможно, это не обвинение, это никакая не обида. Я когда из города Кстова, я там в первый класс пошла и переехала в Москву. Мы переехали с родителями, мне было восемь. И мы пошли в... Ну, в начальную школу я пошла. И вот этот момент, кстати, я помню, почему про них своих детей боюсь отправлять в школу. Буллинг какой-то? Нет, у меня были истории буллинга. Я когда перешла в начальную школу, педагог меня не любила. И мне всё-таки кажется, что... Ну, я зажалась очень сильно. Новый класс, новый педагог. И она как-то очень меня прям... Ну, жёстко как-то прессовала меня. Вот. И я думаю, что это на самом деле есть такой момент, что я зажалась, я испугалась, я просто боялась как-то проявляться. Я поэтому как-то так закрылась в коконе, что типа, ну, троечница и троечница. Вот. А в институте по поводу того, как важности обучения... Да. На самом деле, я думаю, что... Во мне вообще есть потребность всегда развиваться, что-то изучать, читать, смотреть и так далее. А в институте просто я попала в сферу, где мне очень было интересно. То есть мы изучали историю искусства театра русского зарубежного, русская литература зарубежная, изобразительное искусство, философия. То есть такой масштаб, на самом деле, крутейший, что мне было просто очень интересно. И я действительно закончила с красным дипломом. И когда первую свою сессию я сдала на отлично и пришла к родителям, они такие... Удивились. Ты чё? Лер, я говорю, пап, ну вот просто мне очень интересно. Своё место. Да, своё место, да. А как тебе кажется, почему чаще всего те, кто в творчестве, они переживают буллинг, и их не принимают окружающие? То есть, например, кто-то в классе выделяется чем-то, в чём-то более успешен, известен, и остальные, они не понимают этого. Мне кажется, это может быть зависть, как бы это ни звучало. И это... Ну, опять же, я не знаю, мне кажется, вам трудно живётся, правда, серьёзно, вот нынешнему поколению, потому что я в свои 17-е, у нас не было ни Инстаграма, там, какой-то контакт, там, что-то какие-то аськи, не знаю, кнопочные телефоны, да, и не было такого количества информации. Никто не следил так за моей жизнью, и у меня не было потребности всё время рассказывать про свою жизнь. То есть мы всё равно, как мне кажется, живём в некую эпоху нарциссизма. И, возможно, ну, это жёстко, конечно, то, что там ты проходишь, или какие-то популярные ребята. Мне кажется, это действительно какая-то, ну, зависть. Но главное не ломаться и не поддаваться, потому что у каждого своё. А люди, они есть как жестокие, а есть так и нежестокие. И лучше общаться с теми, кто за тебя радуется, чем те, кто... Ну, у меня такое... Совершенно. Ты всё детство провела в творчестве этой танцы и музыкальной школы, но выбрала в итоге актёрскую. Почему? У меня сразу шутки рождаются. Бабушкину гену взяли, Вер? Бабушка хотела быть артисткой. Да, бабушка мечтала. Я честно скажу, это такая банальная история. Я когда была маленькая, я вот почему-то думала, я буду либо артисткой, хотя я даже таких слов не знала, но я буду либо артисткой, либо учителем. У меня было вот время... Помню, это с детства было, вот это осознание, что я либо артистка, либо учитель. И как-то так судьба закрутилась, что я встретила педагога. Это был конец 10-го класса. И я помню, я загадала, я была в детском лагере, где-то в Геленджике. Я помню, куда-то в горы пошли, что-то такое. И я помню, я загадала. Думаю, я хочу к концу этого лета определиться перед 11-м классом, куда я хочу пойти, кем я хочу быть. Ну, то есть я прям себе, знаешь, как программу такая загрузила. Я хочу определиться. И серьезно, конец июля или начало августа, ну, то есть конец лета, как сейчас помню, я лежу в бане, как бы смирно не звучало, я лежу в бане вся распаренная. Вдруг у меня мысль приходит в голову. Актерский. И я такая понимаю, что да, все. И с этого момента я стала максимально готовиться к поступлению. Я стала еще больше читать, учить стихи. Заниматься с преподавателем. Заниматься с преподавателем. Причем это все как-то, ну, как-то судьба. Бог меня привел, познакомился с этой удивительнейшей женщиной, Людмилой Владимировной Абрамовой. Вот, уникальным просто человеком. Она со мной занималась абсолютно бесплатно, по три часа, по два-три раза в неделю. И это, ну, я считаю, что это такая удача вообще. По сути, она меня сформировала как и личность, и направила в театральный институт. То есть оно как-то все так закрутилось, и... Актерский. А если бы ты не поступила, какой был план Б? Ну, наверное, работать и поступать на следующий год. Я просто предупреждала Людмилу Владимировну, это первое, что она мне сказала, ты можешь не поступить. И это ничего не значит. Это правда. А где ты жила, когда училась? А как зарабатывала? Были какие-то первые гонорары? Так, кстати, мои первые деньги были, вообще мне было лет 12, наверное. Один, знаю, на танцах, на каких-то ёлках я как-то там что-то делала. Нет, когда я училась, я, по сути, нет, я жила на какую-то стипендию повышенную. Ну, отдельно от родителей? Нет, нет, я жила с родителями. Нет, нет, я жила с родителями. И мой первый гонорар, это было, мне было, я была на третьем курсе института. Я поехала на съёмки. Мы вот снимали Перевал Дятлова. У меня был там эпизод, и, как сейчас помню, мы снимали в Хибинах, и вот это были мои первые деньги. И дальше как-то с третьего курса института на самом деле я стала там как-то сниматься, потом там выжить позже, после. Да, кухня, и вот мои первые деньги. У тебя есть актёрское образование? Считаешь ли ты, что оно важно? Так как сейчас многие известные актёры не имеют этой корочки, но при этом очень востребованы. Сложный вопрос. Он сложен, знаешь, чем? Тем, что у меня просто есть моё какое-то ощущение, что талант не определяется востребованностью. Не знаю, понимаешь ли о чём я, что это опять же сейчас так мир, это такие правила игры мира, что ты можешь быть... Ну как-то вот оно всё какое-то такое очень... Мне лично, мне кажется, что образование не обязательно классическое четыре года института, но хотя бы какие-то курсы, хотя бы какое-то знакомство, хотя бы даже с педагогом по актёрскому мастерству, мне кажется, это важно, потому что есть даже какая-то этика профессиональная, например, что есть какие-то вещи, которые... Ну если ты вступаешь, например, ты певец и вступаешь на стезю актёра, или ты блогер и вступаешь на эту стезю, то мне кажется, это классно узнать правила игры в этой профессии. Вижу ли я, что, например, рядом со мной непрофессионал? Я вижу. Есть какие-то вещи, ремесло, которому ты учишься, которое ты нарабатываешь. И вот это ремесло, ты владеешь. И когда рядом с тобой человек непрофессионал, ты понимаешь, что вы не можете говорить на одном языке, потому что он не владеет ремеслом, потому что он не умеет строить сцену, я не знаю, не умеет брать события. Ну то есть классическая какую-то такую историю, которая профессиональные вещи, ремесленные. Он может этому научиться? Конечно, может. Если у него есть данные, если у него есть актёрская природа, он может этому научиться. Но есть, опять же, ремесло, есть какая-то профессиональная этика. Там из серии, например, не советовать другому артисту, как ему играть. Ну то есть это всё на невербальном, ну как бы уровне. Это то же самое, как профессиональный журналист, когда рядом с ним окажется блогер, он по речи, по дикции, по подаче. Что ты там говоришь? Что ты там... Что ты зарежешь? Блин. Алё. Ну то есть это всё, мне кажется, очень, ну, заметно. Ну а почему врачом нельзя стать без образования, как и в большинстве профессий? Актёром можно. Вот это. Почему так? Ну самый главный вопрос, это тогда качественное кино? Блин, просто у нас сейчас так всё перемешано, у нас и продюсерское кино, и актёрское, и я... Почему врачом нельзя быть? Ну потому что врач, он отвечает за жизнь человеческую, понимаете? А как бы... А мы думаем, что актёрская, например, профессия вообще кино, к этому это как типа развлекательный контент. Как хобби. Да, и развлекательный контент. Но если так подумать, то, ну, мы по сути такие же врачи. И от нас зависит, что мы дотронемся до души другого человека, или мы не дотронемся своим творчеством, своим кино. Мы вот в этом фильме, мы снялись, вот этот фильм вышел, про что он. Понимаешь, мне кажется, что сейчас просто оно переходит в кино, оно переходит в какую-то, как в развлекательную историю. Поэтому какая разница, кто будет кого развлекать? Хотя как бы если глубже копнуть, и я хочу так к этому относиться, всё равно и кино, и театр, и искусство, оно для меня всё равно для людей. И чтобы как-то его оживить, блин. Ну, искусство для того, чтобы дотронуться до сердца человека, а не просто тебя поразвлекать. Да. Я хочу, чтобы искусство, оно тебя трогало, чтобы с тобой что-то случилось, чтобы ты, блин, остановился, вышел из ленты инсты, и что-то с тобой случилось. Но сейчас такое отношение, что это не, это только деньги, только развлекательная история. А если бы ты снимала фильм, какая была бы проблематика твоего фильма? Ну, ты говоришь, что хочется глубже. Насколько глубже? Насколько глубже? Ну, мне, наверное, вот в данный момент в моей жизни это человеческие отношения. Мне кажется, ну, опять же, надо говорить, наверное, про то, что тебя трогает. Ты не снимаешь ТикТок? Нет, мне нет. Очень много актёров снимают. Я даже не знаю, что это, я реально говорю. Способ развития ещё большего. Чего развиваете? Себя развивать. ТикТок? Да. Рекламная интеграция какие-то там. Деньги. Отлично. Монетизация. Подожди, а ТикТок это видео? Я сейчас на полном серьёзе говорю. Серьёзно. Это типа видосики какие-то? Вот на это тратить свою жизнь? Ну, да. Самое топовое, мне кажется, даже у Подкаминска есть, например, ТикТок. Но сейчас это действительно постребовано. Ну, слушай, я динозавр в каких-то вопросах, серьёзно, у меня нет ТикТока. Ну, попробуй, если что. Поучись на ТикТок, Лена. Твоя звезда зажглась на небосклоне актёрского танматографа после мегапопулярного сериала Кухня. Поэтому не могу с тобой просто не обсудить, потому что это очень важный пласт в твоей биографии, и Кухню показывают до сих пор, крутят, то есть ты остаёшься на виду. Так. Ты говорила, что ты попала на этот проект случайно. Где здесь доля везения, и удачи, а где действительно работа? Это действительно случай. Но мне кажется, что к случаю нужно быть готовым. И как сказать, мне кажется, что наши какие-то... Наш какой-то жизненный путь у нас как будто подготавливает к этой удаче. Вот. То есть я очень старательно училась в институте. Реально. Я прям фанатик своего дела. Работала, работала, работала. Училась, училась, училась. Ну, то есть, да. Случай в том, что мы играли спектакль «Зойкина квартира». Там, Юру Борисов. Там, да, Шмель. Ну, то есть, как бы все вот мои однокурсники. И я играла роль Аллу Вадимовну. Такая она голубая героиня, вся такая благородная. Я... Слушайте, это смешно, но я помню, как я сижу, репетирую это. И там была роль Манюшка. Горничная такая, с безумной энергией. Я помню, как я смотрю, как девчонки играют. И я подумала, блин, я бы тоже хотела попробовать вот эту роль. Но это я сказала не с какой-то там с чернотой, нет, а в том плане, что меня в институте видели больше как-то спокойную, нехарактерную, какую-то более такую, типа, голубую героиню. Вот как-то использовали мою как-то внешность. Вот. И я помню эту свою мысль. Потом, блин, мне бы хотелось попробовать что-то такое вот немножко не вот это вот. Здравствуйте, добрый день. И проходит год, и девчонки, Вика Соловьева, Дашка Мельникова, кто играли вот горничных, они начинают сниматься. И нужен состав. И то есть у меня, кстати, часто такое бывает вот в моей судьбе, что как-то, давай, Лер, давай. Ну, типа, знаешь, воспользоваться шансом. И ко мне приходит педагог и говорит, Лер, слушай, выручи, пожалуйста. Ну, девчонки не могут, сыграй. Я такой, да вообще без проблем, конечно, я ведусь, все сделаем, все. И мы, вот я вошла в эту роль. И Кастин, директор кухни, Татьяна Хричкова, Таня Хричкова, она приходит на этот спектакль и видит меня в роли Манюшки. А там я в коротких шортах, в белой маке, во всякие, вся такая зловая. И она меня зовет на пробы. И как-то долго не могли на меня выйти, потому что это было когда? Это было в 13-м году, и тогда еще на самом деле не было типа супер вот этого агента, агентства. Мне написала там ассистент кастинг-директора ВКонтакте, Лера, сейчас снимаю, третий сезон кухни. А я телевизор не смотрю, я не знаю, что это, я даже не знаю, что это такое сериал, серьезно. Вот выходит, приходите на пробы. Я такая, даже давайте. Потом мне пишет мой агент, Лера, тебя зовут на пробы. Я такая, какая кухня? Какой-то сериал. А я, знаете, была немножко прокачана театром, я все время хотела быть в театре. Я помню, как сейчас я прихожу на пробы, на лестнице надеваю каблуки. Я такая, какой-то сериал. Я хочу работать в театре, служить. Тут какой-то, вот я помню прям эти мысли, я прихожу на пробы, и режиссер Андрей Николаевич Першин, мое уважение ему, какой-то режиссер, мы чего-то поговорили, записали пробы. Лера, тебя приглашают там на пробы с партнерами, я приезжаю. Лера, тебя отвердили. И я помню момент, что я стала отказываться. Из-за свадьбы. Из-за свадьбы, и вообще, что я говорю, я не буду сниматься в сериале. Я театральная актриса. На самом деле, это очень смешно, и это бред. Сейчас я понимаю, насколько это бред. Да. Я помню, я позвонила своему педагогу, Карену Бадалову. Говорю, Карену Карповича. Я не хочу. Я говорю, меня позвали, там, одна из главных, а я не хочу, я театральная актриса. Ну, бред, 18-летние девочки. Он говорит, Лер, иди. Все, я пошла. Ну, вот у каждого, вот какая-то такая... Ну, сейчас я понимаю уровень своей наглости. 18-летняя неизвестная девчонка сидит перед продюсерами и такая, типа, у меня свадьба, я не могу в эти дни. Что было со мной в этот момент, я просто не знаю. Ну, вот как-то... Ну, это судьба. И нужно быть готовым к судьбе. А ты не погуглила про кухню? Нет, вообще... Слушай, я... Понимаешь, мы 24 часа на 7 проводим в щепке с утра до вечера. Мы репетируем отрывки. У меня там Ипсон, строитель сольность, понимаешь, Зойкина квартира. У меня мысли в другом вообще... Ну, то есть я... Это отдельный мир, я в закрытом пространстве. Книги, театры, литература. И это, кстати, я считаю, что это не очень хорошо в нашей... В театральном обучении нас выпускают вообще неподготовленными в кино. То есть абсолютно... То есть я когда на «Выжить после» попала, мне ребята, актеры объясняли, что есть общий план, средний, крупный. И когда ты на общем плане делаешь движения, ты должна их повторять на среднем и на крупном. А я этого не знала. И я считаю, что это промах наших театральных институтов. Может, в театральных институтах мало практики? Мало практики, и мы вообще не знаем, как работать с камерой. Нас-то вообще этому не учат. И я считаю, что это фигово. Потом люди выходят, вот такие, как я, понимаешь, за шори, и не умеют. Сейчас, наверное, по-другому. И не понимают, как себя вести вообще перед камерой. Как ты относишься к своей героине Кате? Ты с ней похожа чем-то? О, очки. Ну что? Куда пойдем кофе пить? Максимум тупи, никуда мы не пойдем. В смысле? На меня просто Лев достал. Целый день ходит вокруг меня. Я ему вроде пытаюсь намекнуть, что у нас ничего не выйдет, но он не понимает. Ну и подумала, что если тебя при нем приглашу, то он отстанет. Ну чем-то похоже, да, но чем-то нет. А чем похоже? Наверное, упёртостью и нетерпимостью. Вот этим похоже. А тебе было несложно сниматься? Ведь ты только вышла из училища, плюс молодая. Как вообще ты переживала весь этот период? Очень сложно. Очень сложно, серьезно. Я на третий день съемок поняла вдруг, куда я попала. Потому что на выжд-после там было как-то попроще. У меня там была не суперглавная. А тут я помню мой шок. Огромное количество людей, несколько камер. Я даже, ну как сказать, я не знала, что там стоп-кадр, да, и в этот момент тебе подбегают, поправляют звук, гримируют. То есть три человека одновременно тебя трогают. То есть у меня были такие моменты, когда меня поправляют грим, а я просто такая о чем-то вспоминала и уходила. И мне девочки в грим кричали в спину. Лер, что ты делаешь? То есть потому что это нету... Я знала правила игры в театре, но я не знала правила игры в кино. Сейчас это до смешного доходит. Я слушаю режиссера, параллельно мне поправляют грим, параллельно я отставляю ногу, чтобы не поправили звук, протягиваю его через там низ бедро, трусы лифчик, понимаешь? И при этом я слушаю, что мне говорит режиссер. А до этого я не понимала, почему меня все трогают. И как сказал Сергей Ловыгин, он говорит, ну что, попал ты в мясорубку, да? Ну потому что там ритм другой, там все другое, там как-то... Поэтому я на самом деле безумно благодарна Yellow Black and White, я безумно благодарна Дьяченко Диме, потому что это риск неизвестную девочку без опыта вообще взять. Ну, я считаю, что это просто... Я говорила про это Диме и всем ребятам, это поклон. И я благодарю всегда Андрея Николаевича Першина, он же Жора Крыжовников, что он что-то там увидел во мне, и я благодарна за это. Потому что, блин, это риски, потому что столько дублей было по 15. А кто-то... А кто-то делал тебе замечания из съемочной команды или там как-то наезжал? Ну, прям наездов не было. Там были разные ситуации. Надо было быстро все снять же. Да, нужно было быстро снять. Были, конечно, конфликтные ситуации, были, когда просто вот это вот... Вот эти вздохи, когда я никогда не зову. Это такая клевая, да-да-да. Это такая клевая школа жизни на самом деле. Один Дмитрий Юрьевич Назаров чего стоил, когда вот так я на него смотрела. А это мощь, артист мощь, невероятнейшего таланта профессионализма. И когда он так на меня смотрел и говорит, что ты там сказала? Шелин, ты играть будешь? А я просто... Я понимаю, что у меня дыхание захватывает, а у меня текст на французском. И я такая... Ж... Ну, то есть это все было. Но сейчас я понимаю, думаю, блин, как это круто, что я это прошла. Потому что сейчас... Блин, я прошла школу Мир Юрьевич Назарова, понимаете? Мне ничего не страшно. Как вы, наверное, знаете, молекулярная кухня это приготовление пищи с применением физико-химических процессов. А вы только языком молоть можете? Или готовить тоже? А про коллектив в целом. Не, хорошо принялась. На самом деле, вообще супер. Я помню и Лену под камином. Мы, честно, до сих пор общаемся с какой-то как-то стрепетностью по-женски, как она мне там как бы... Вообще, на самом деле, очень благодарна. Да, да, как крутейшая, тонкая, чувственная артистка. Ну, то есть там и артисты, меня очень в этом плане... Они видели, в каком я жестком зажиме. Я помню, когда спустя месяц я вдруг пошутила, что Сережа Епишев посмотрел на меня и говорит, а у тебя есть чувство юмора? Я говорю, да, вообще-то. И все, и мы до сих пор, ну, то есть прям в каком-то... То есть ты до сих пор со всеми общаешься? У нас, да, абсолютно. Да, вот с Мишей Башкатовым, кстати, мы сейчас будем спектакль вдвоем выпускать. Верните мне мой 2007-й. То есть да, да, это есть, это самое... Ну, это очень теплое такое. Расскажи про еду на этом сериале. Вы сами ели? Да, меня постоянно кормили повара. Это было очень смешно. Лера, мы тебе приготовили. Омлет, приходи. Они все время меня кормили, да. Ну, там по-настоящему профессиональные повара готовили. Это все. А как ты считаешь, почему кухня набрала такую популярность? Мне кажется, это просто один из первых сериалов таких супер качественных по музыке, по съемкам, потому что я помню, как там нас оператор снимал, какой был свет, какие все красотки. Я думаю, что и поэтому это какое-то что-то вдруг... Блин, свой образ может быть. Ну да, что-то новое. Что-то новое, да. Какое-то очень прям... Что-то новое. И новые лица. Мне кажется, что новые лица это тоже имеет значение. Считаешь ли ты, что кухня разделила твою жизнь на до и после? Ну, конечно. Это вообще... Вообще просто узнали, что есть такая артистка на самом-то деле. Ты была готова к этой популярности? Я, кстати, не могу сказать, что у меня была какая-то мега популярность. Меня люди на улице вообще не узнавали. Меня сейчас узнают больше, да. То есть у меня такое лицо, на самом деле, что из него можно все лепить. И меня дети смешно узнавали. Всегда маленькие, вот семилетки, они вот так меня видели и узнавали. А взрослые никогда. И сейчас меня больше узнают, чем тогда. То есть у меня не было какого-то... И опять же, я очень к этому отношусь. Я как бы делаю свое дело, и все. Знаешь, у меня нету... Когда я шла в институт театральный, у меня не было, знаешь, цели. Я вот популярный. Я хочу... Не было этого у меня. Я любила свою профессию, я как бы вот этим занимаюсь. Как ты относишься к светским мероприятиям? Много ли было тогда? И сколько сейчас? Все-таки в связи с изменениями в мире все меняются, и светских мероприятий тоже меньше. Я про тогда, кстати, я вот не помню. Что-то было. Тогда было прям очень много. Да, я вот не помню. Я как-то... Я очень... Я сейчас на самом-то деле стала куда-то ходить. А до этого я всегда почему-то как-то стеснялась. Мне было некомфортно. Я думаю, что я буду ходить? Зачем мне ходить? А сейчас я понимаю, что это часть моей профессии. Я должна это принять как факт. Поэтому собираемся, красиво одеваемся, душимся духами и идем улыбаемся. И идем к новым знакомствам. И идем работать, да. То есть как часть работы. А раньше я что-то как-то очень, честно скажу, очень некомфортно себя чувствовала, волновалась. Ты снялась в сериале «Выжить после». Ты знала, что на этом проекте тебе придется с девушкой целоваться? Нет, не знала. Ну, расскажи про этот опыт. А то какой там поцелуй? Там не было какого-то поцелуя. Я забыла про это. Там было какое-то касание. Я увидела прям. Там было какое-то касание. Да нет, там не было какого-то. А как ты думаешь, сейчас эти сцены в связи с политической повесткой не закроют? Поцелуйные? Ну да. То есть там вот это все, ЛГБТ и так далее. Я не знаю, как оно пойдет. Слушай, ну я... Я, например, у меня два сына. Хотела бы я, чтобы мои два сына видели, как целуются два мальчика. Нет. При том, что делайте все, что хотите за закрытыми дырьми. Правда. Вообще абсолютно. Мне нет дела ни... Я реально живу свою жизнь. Я абсолютно никого стараюсь не судить. Мне абсолютно все равно кто, что, с кем, когда, сколько. Но я как мама смотрю на своих мальчиков. И поэтому, когда у нас в детском саду мальчики в белых рубашках, в брюках, а девочки в платьях, девочки поливают цветочки, а мальчики... Я за вот такое. Я вот серьезно. Но это, опять же, сейчас мир очень раздвигается. Такая тема. Ну, серьезно, я своих детей воспитываю в этой породине. Серьезно. Ты мальчик. То есть ты будешь их как-то ограждать из этой темы или просто объяснять, что это не нужно? Ну, я максимально, конечно, буду как бы... Ну, это же от меня зависит, что я буду им показывать, какие книги я им буду читать. Ну, то есть это все зависит от меня, я считаю. Это моя как раз зона ответственности. Конечно, они растут в мире и так далее. Но я именно за то, что стоит ли прям как бы пропагандировать поцелуи мужчину с мужчиной, женщину с женщиной. И я... То есть ты за то, чтобы такое закрыли все-таки? Как ты хорошо поставила вопрос. То есть ты все-таки за то, чтобы закрыли? То есть ты как бы... Ну, я против, я не хочу. Серьезно, я не хочу это. Ну, а если... Я против агрессивной пропаганды, вот что я тебе скажу. Я против агрессивной, когда начинают, знаешь, так педалировать это. Да. Я не понимаю, зачем. А можно попедалировать традиционные ценности? А можно попедалировать, что... Доброе. Ну, допустим. Можно попедалировать то, что женщины это не только вот такие купальники, вот такие... Ну, где там непонятно, там что, уже скрывать нечего. Правда, это мое... Это мое мироощущение. Мне иногда кажется, что голая женщина пройдет по улице и все вот так сделают. Да. Ценности нету. Нету ни в женском теле, ни в человеческих отношениях, ни в мужском, женском. Я как бы... Почему это нельзя попедалировать? Давайте, нет, попедалируем. Да делайте вы все, что хотите. Любите вы кого угодно. Я... Я... Ну, как бы делайте все, что вы хотите. Но не надо мне это навязывать. Не надо моим детям это навязывать. Мои дети мальчики, не пацаны. И как бы ты можешь выбрать, кем ты... Мальчик или девочка реши сам, тебя Бог создал. Мальчиком. Я так воспитываю своих детей. Я в традиционной парадигме. Это простят меня все. Но тем не менее, ты их воспитываешь, а когда у них появятся телефоны, они же могут сами узнать о каких-то вещах. Они все это узнают, конечно. Они все это узнают. Я не буду держать в коробке. Они все это узнают. Но тут уже вопрос как бы... Я же тоже знаю, что в мире происходит и так далее. Дальше уже идет дело моего выбора как бы. И мое отношение вот такое. Мой выбор вот такой. И я как бы вот... Я думаю, что если у них будет правильное воспитание, они сами и не захотят там лазить куда не надо. Я не знаю, как оно будет. Ты понимаешь, может быть и правильное воспитание, но мы не знаем, куда, чего, как оно, что увидится, заглянется и так далее и тому подобное. Но опять же, отвечая на твой вопрос, хотела бы ты, чтобы это закрыли, я бы хотела, чтобы это было в минимальном количестве. Пропаганда нетрадиционных ценностей. Я традиционалист. Ну, а сыновья еще не видели какие-то проекты? Может быть, там спрашивали. Мама, это кто? С кем ты тут целый? Нет, они вообще не видели меня. Я стараюсь их даже ограждать, что я актриса. Они ко мне приезжают на площадку. И тут недавно ко мне Герман приезжал вот на Пальму. Говорит, мам, я хочу быть артистом. И он такая, сынок, я искусством занимаюсь. Да я не актриса, сказала я ему. Потому что я... Эти серии всем артистам задают вопрос. Хотели бы вы, чтобы ваши дети стали артистами? И почти все артисты говорят нет. И у меня такой же ответ нет. Почему? Потому что это очень сложная профессия, особенно для мужчин. Это прям... Это еще порождает меня в чистолюбии, в тщеславии. В тщеславии. Конечно, конечно, на тщеславии мы все этим страдаем. Звезда. Звезда, тщеславие, анастасизм, больное эго. Мы все этим заряжены. А у тебя были проявления звездной болезни? Нет, наверное, нет. Я всегда... Я здороваюсь с каждым человеком на площадке. Я максимально... Потому что для меня кино это совместная работа. И никто не видит просто... Мы актеры, мы вот верхушка айсберга. Мы не видим весь труд, который делают максимальное количество людей. Понимаешь? Если... Ну, максимальное. Поэтому я просто с уважением к каждому. Гримеру, костюмеру, рабочему. Нет. Я считаю, моя команда. И нету... А, знаете, я актер, не подходите ко мне. И для меня удивительный показатель... Вот есть... Мы сейчас в пальме снимаемся с Владимиром Адольфовичем Ильиным. Артист, который работал у топовых режиссеров. Мощь. Да. Это человек, который стул себе не попросит. Он как бы... Вы хотите чай? Не-не-не, спасибо, спасибо. Он здоровается с каждым на площадке за руку. Понимаете? Он... Его вызывает раньше... Извините, пожалуйста, вас вызвали раньше. Он говорит, это моя работа. Он берет стул и садится на площадку, сидит, смотрит дубли. Я думаю, уровень... Масштаб личности понятен. Да. И как бы и мы молодые. Ну, чё? Где мой вагончик? Как раз таки все блогеры, тиктокеры, да. Ну, нет, я... Ребят, я вас... Я ко всему с уважением. У каждого своё. Я никого... Ну, максимально... Ну, просто... Это я... Это говорю для себя в первую очередь. Каждый может жить, как он хочет, серьёзно. Но я для себя... Я хочу свою жизнь выстраивать. И я смотрю на масштаб личности Владимира Адольфовича Ильина и думаю, мелковата ты, Лера Федорович. Ты мелковата. Тебе есть куда подрасти. Я снялась в том году летом у Мерзоева внутри убийцы. Я сыграла проститутку и наркоманку. Просто великая роль для меня. Какая я наркоманка, подумала я. Я в жизни ничего не употребляю. Они говорят, что это мечта, не роль. Это мечта, это правда мечта, потому что ты выходишь за грани. Потому что ты оказываешься там, где ты никогда не будешь. Ты можешь быть поваром, врачом, бла-бла-бла. Но опуститься на такое дно... Я причём играла в проститутку и наркоманку, жёсткую наркоманку, у которой начиналась ломка. То есть она... Ну и она сидела не на каком-то там дорогом кокаине, а она сидела на самых... Ну на низшем уровне наркотиков. И выйти... А я тему наркотиков... У меня животный страх к этой теме вообще. То есть я прям... Я даже алкоголь не употребляю. То есть у меня нет... Ну вот как-то так. При том, что мы актёры, понимаете, да? Да, да. И гуляешь, и она императрица. Ну нет, я вообще ничего не употребляю. И при этом нормально отношусь к тем, кто что-то, что-то у меня... То есть нет такого? Нет, вообще никогда. Слушайте, просто иногда мне кажется, в Дагозе лучше ты выпей, чем жри другого человека. Серьёзно. Если знаешь, я так не пью алкоголь, но при этом... Да, конечно. Вот это всё? Нет. И это выход за грань. Вообще, это поиск, и ты узнал себя. Ну, знаешь, я сижу в майке на голое тело, в стрингах, которые, по сути, не видно, и играю наркоманку. И я понимаю, что я выхожу на какой-то другой вот... Это очень интересно. Ну, да, и я благодарна Мерзою, потому что меня на ту роль пробовали на две роли. Одна художница и наркоманка-проститутка. И я так подумала, ну, какая ты наркоманка? Ну, чё ты говоришь? Ну, посмотри на себя-то, блин, от слова наркотики тебя начинает будоражить, понимаешь? Ну, правда, от вот какой-то у меня животный. Страх с детства, прям, просто до паники. И тут мне звонят, говорят... Дородили. Люба Аксёнова играла в сериале «Бывшая». Знаешь, это как раз-таки вот наркоманку полностью. И она говорила, что она достаточно долго вживалась в это. А как ты вживалась? Я тоже изучала, я тоже худела, я очень сильно похудела к этой роли, да. То есть у меня прям... Причём у меня организм сам за где-то за три недели... У меня есть такой момент, что если я, например, понимаю, что у меня впереди съёмки... Да, у меня тоже. У меня максимально... Она сама, у меня нету ни диет, я ем всё. Но как-то у меня уменьшается количество еды. Организм начал худеть прям максимально. То есть я прям истощала. У них там сосуды лопаются в слабые сосуды, всегда кровь из носа течёт, всегда там что-то... Мне там желтили зубы, потому что всё разрушается, ногти. Короче, это очень интересное погружение. И самое интересное, что со мной случилось, что, наверное, на четвёртый час съёмок... Мы долго снимали эту сцену, она большая. Мне вдруг стало так жалко эту героиню. Мне вдруг стало так её жалко по-человечески. Я подумала, блин, она же тоже, ну, душа человеческая, и она вот это проходит. И под конец у меня даже какой-то... Я даже смогла шутить на темы какие-то наркоманские, хотя до этого я просто... Ну, меня прям калашматило. То есть это тоже такой путь, и для меня такой опыт, на самом деле, крутой. А твоя героиня, она вышла из-за этого состояния? Нет, но я думаю, что она потом просто умрёт. Ну, я, по крайней мере, так простраивала. Я знала, что, по сути, она умрёт от передозировки. Ну, а как ты считаешь, такие люди могут реновироваться и выйти из этих событий? Конечно, я считаю, что можно с любого наподняться. Серьёзно, я считаю, что человек может всё... И вообще, мне кажется, что люди, которые оказались где-то там... Новое начало. Да, и вообще, они, может быть, честнее, чем все остальные. Ты сыграла в важном и нужном фильме «Пальма». Так. Это очень сентиментальный фильм. Как вы снимали, как проходили съёмки, где снимали? Потому что это будет интересно ещё и детям, что мы не такое интервью взрослые. Ну, кстати, да, я помню, когда по телевизору рекламу показывали. У меня нет телевизора, мы к бабушке приехали. Нам большой телевизор. И мой младший сын, ему три года будет. Он увидел меня в трейлере и такой, «Мама!» Он такой, типа, «Мама!» То есть у него прям немножко... Да, мы снимали в Чикаловском. В аэропорту мы снимали. Было очень круто. Саша Домогаров-младший снимал. Вообще было прям прекрасно. Была великолепнейшая атмосфера на площадке. Как-то прям всё было круто. Я помню, как на премьере рядом со мной сидел мужчина, взрослый, красивый, большой, с маленькой дочкой, и плакал. Я говорю, «Вам понравился фильм?» Он такой, «Да!» Расскажи, пожалуйста, про собаку в фильме «Пальма». Многим интересно вообще, сколько там было собак, как это снимали. Было две собаки. Одна, по-моему, постарше, другая помоложе. Помоложе бегала, постарше сидела. Была дрессировщица, то есть всё чётко, очень там выверено было. Ну, конечно, дубли на животных, это такая история сложная. Сейчас мы с медведями снимаем. Расскажи про медведя. Какого с ними снимаются? Они мне нравятся, блин, реально. Я их кормлю вживую. Их все боятся. Я такая, «Вы что, ребят?» Добрынь, будешь виноград? Ну, то есть у меня к ним как-то прониклось. Потому что они какие-то очень... Ну, сложные животные, конечно же, нетерпеливые. И мы иногда можем по два часа снимать, чтобы Мишка сидел. Ну, то есть это сложно. Снимать животных – это сложно. Уважаемый Игорь Петрович, меня зовут Коля. Я нашёл вашу собаку, Пальму, которую вы оставили в аэропорту. Пальма очень скучает по вам. Она каждый день ходит в взлётной полосе встречать самолёт, на котором вы улетели. Она ни за что не перестанет вас ждать. Потому что вы для неё лучший друг. Первый съёмочный день, да, мне дают бумагу. Страховую подписать, сколько стоит жизнь. Если ты умер, за тебя отдадут 1700. Миллион 700. Миллион 700. Душа стоит миллион 700. Так. И мне это очень рассмешило. Мне кажется, судьбой не уйдёшь. Знаешь, есть тебе судьба, чтобы тебя сожрал медведь. Он тебя сожрёт. Но если ты сожрал просто в лесу, это было бы бесплатно. Так хоть за миллион 700 съел. Ну, а как будто ты останешься на похороны, понимаешь? Я люблю почёрную мужу здесь, поэтому так хоть что-то будет. Я иронично к себе отношусь. А смерти боишься? Слушай, ну, знаешь, я сейчас скажу, да нет, не боюсь. Но когда мы в моменте будем, конечно, страшно. Конечно, есть инстинкты. Но я, например, когда рожала второго сына, я была на грани. Так получилось, что были такие непростые роды. И я помню момент. Это вот материнское сердце, кстати. Почему я после рождения детей вообще не имею вопросов к своим родителям? Вообще. Потому что... Сложно рожать. И даже не в сложности родов, а в том, что мама готова отдать жизнь. Если мне задают вопрос ты или твои дети, я скажу, забирайте меня, оставьте моих детей. И как у меня могут быть вопросы к моей маме, я не понимаю. И когда я помню, я рожала второго сына, были непростые роды, я помню этот момент, я лежу и думаю, если я сейчас умру, ну, будет жив Савва. Я прям подумала об этом и без, знаешь, без чего-то. И так и любая мама. Так не только я, так и у любой мамы, спроси. Да, это высшее вообще проявление любви матери. И вообще, я искренне желаю всем женщинам рожать. У каждого опять же своя судьба. Но это одно из самых лучших, что со мной случилось. Потому что я вдруг поняла, что я не знала, что я могу так любить. А как тебя изменили дети? Ну, они очень меня поменяли. Очень сильно. Я, кстати, после рождения старшего сына перестала употреблять вообще алкоголь. Я просто подумала, что я не хочу, чтобы мой сын видел меня выпивший. Я прям серьезно подумала. Я не хочу. Я помню, как ему там два с половиной года, мы семейное там застолье, и папа мне говорит, давай домашнее вино я сделала, ты будешь? Я говорю, да я не буду. Он говорит, ты будешь? И вдруг говорит Герман, мама не пьет. Я подумала, работает. И теперь так. Ну да, но я то есть как бы очень. При этом как-то вот так. А что ты пророчишь своим детям? Какой путь? Я точно знаю. Я, знаешь, когда была беременна, я писала им дневники. Мысли свои, да, они у меня в животе были, я с ними типа говорила, как это он записывал. Слушай, что я пророчу? Я не хочу пророчить, потому что я, кто я такая, чтобы пророчить? Но мое ощущение, что жизнь не будет сладкой. Она непростая, но она интересная. Я бы, наверное, хотела, чтобы они прожили свою жизнь. Максимально. Падения, взлеты. Вот чтобы все это было, но чтобы максимально свое. Хочется уберечь? Хочется. Хочется сказать, пожалуйста, туда не ходи, сюда не ходи. Мне в садик не хочется. Герман у меня так в садик ходит, то ходит, то не ходит. Потому что я просто... Он, знаешь, придет из садика и приносит новые слова. Я такая... Как? Откуда? Почему мы в доме в нашем не говорим такие слова? А он, ну, произносит. Но я понимаю, что я не уберегу, а хочется просто спрятать. Ты не раз отмечала важность для тебя работы лимитчицы. А почему ты тяжело выходила из этой роли? Слушай, да, ты знаешь, так получилось, что... Меня утвердили в первый оффлайн. Я должна была играть программисту клевую роль, вот у Кирилла Плетнева. И лимитчицы были. И мы по одному дню не сошлись. И я... Потом мне кто-то спрашивал, говорит, Леша, ты понимаешь, это оффлайн? Ну, это, блин, немножко другая как бы. Ну, это все равно другое. А это лимитчицы, телеканал «Россия». Ты чего, Лера? Отказского станка. Да, отказского станка. Ты чего? Ты чего? А я как-то поняла, что у меня так попала эта роль. Я тебе честно скажу, у меня так попал сценарий. У меня так... Я знаешь, когда... У меня первый раз в жизни было такое, вот я сейчас не придумываю, что я открыла сценарий, я начинаю читать, и я четко знаю, как я буду это делать. Я четко знаю, как. Я понимаю все. Я понимаю все переходы этой девушки. Я просто ее чувствую и понимаю. И когда я пришла на пробы к режиссеру, мы попробовались, и потом она мне рассказала, говорит, ты зашла? И мы просто с оператором переглянулись. Ольга Сергеевна Доброва-Куликова, прекрасная, вообще удивительная женщина, режиссер. Она говорит, мы переглянулись с оператором, потому что зашла Маша, героиня Маша. Маша опять же есть еще. Но она другая. Она такая ответственная, рассудительная, скромная. Я девушка, серьезно? И для меня очень важна эта работа и этот проект, потому что это про женщин, потому что это про женскую боль, потому что это про то, как женщины из Советского Союза, а оно перетекает как бы вот сюда, в нас, не умеет выражать свои эмоции, все хранят в себе, боятся жить. Ну, то есть, и почему... Мне даже как-то казалось, что я что-то свое какое-то прорабатываю, находясь вот в этой профессии. И при этом какие женщины сильные, светлые, красивые. То есть это вообще для меня это работа. Не знаю, может, если я все это не прочел, я это вкладывала. Но, по крайней мере, для меня это вообще гимн женщине, потому что я очень люблю женщин, я очень уважаю женскую природу, мужскую уважаю безумно, и женскую очень сильно люблю, уважаю. Это гимн такой. Гимн всех женщин. Да, какие мы классные. И сильные. И сильные, и классные, и невероятные, и вообще... При этом в этом нет феминизма? Феминизма? Ну, мне кажется, нет. Почему в этом феминизме? Я тоже самое могу сказать про мужчин, что, опять же, я расчет двух мальчиков, и я восхищаюсь мужской природой, серьезно. Я кайфую, я когда вижу... Я понимаю, насколько мужчины крутые, другие, сильные, мощные. Поэтому для меня, например, вот это вот соревнование с мужчиной, я не понимаю, почему. Мы такие разные, правда. Понятно, что это, правда, достойный проект, но почему-то у многих зрителей он вызвал неоднозначную реакцию. Да, класс. Ты читала про это? Я читала, я очень рада. Да? Потому что я очень рада. Это вообще споры появились. Если хейтят, значит, все хорошо. Ну, правда. Ну, то есть не было... Ну, да, классно. Ну, говно. А это прям споры были, понимаете? Конфликты, споры. При этом мне огромное количество девушек, женщин написали в Инстаграме. Спасибо, спасибо. Это про меня. Я плакала. Спасибо, спасибо, спасибо. При этом для меня это какое-то светлое кино такое получилось. Ну, то есть... Ну, максимально, кстати, Ольга Сергеевна максимально старалась. Там же все время камера на руках. Там все время ручная камера. И она максимально старалась снимать, как кино. Она максимально... Это было ей очень сложно, потому что она в рамках канала, телеканала «Россия». А можно побольше крупных планов, где героиня плачет. Да, вообще. Зачем? Не надо. Ну, то есть, понимаешь, есть правила игры телеканала «Россия». И Ольга Сергеевна максимально старалась обойти. Она максимально старалась. И в финал сериала две героини сидят на лавочке, в поле. Идет ливень. У нас просто природа так совпала. Мы в грозу снимали. Идет ливень. И мы вот так сидим и просто говорим свой текст. И как Ольге Сергеевне разрешили оставить такой финал, это круто. Помирать нам рано еще. Чего-то захотим. Там был любовный треугольник. Как разрешилась эта ситуация? Мне очень интересно. Ну, очень, кстати, очень нам было сложно все это играть, потому что мы боялись скатиться в какую-то... Вот это вот... Поэтому мы говорили, что чернуха там именно из-за вот этого треугольника. Да, но на самом деле... Не серьезно. Да, не серьезно. Но на самом деле, если так вспомнить, например, фильм «Осенний марафон», когда я изучала вот это время, я наткнулась... Это была статья или видео было про вообще вот «Осенний марафон», «Утиная охота», да? Вот то время, это время потерянных мужчин. И как раз Леша Демидов, он хотел сделать, я думаю, он на самом деле очень тонкий артист, вот сделать метущегося человека, он нецелостный. Это послевоенные дети, это нецелостные люди, и он не знает. Как ты относишься к телевизионным проектам, которые снимают, например, «Россия-1»? Считаешь ли ты их второсортными, может быть? Ну, я не обесцениваю работу «Лимитчиц». Нет, слушай, не, все нормально, слушай, ты можешь обесценить это абсолютно, у каждого свое мнение вообще. Я просто считаю, что я снималась на телеканале «Россия», а сейчас у меня этого нет. Потому что я сказался, что я больше, ну, как-то так. Как судьба повернет, я не знаю, что будет со мной через пять лет, а у меня двое детей. Ну, ладно. Но я про то, что нет, мне кажется, что второсортные, не второсортные, это все, это жанры, это кому-то нужно вот это. Да. Пожалуйста. Тем, кто сидит у телевизора, например. Допустим. Моя тетя, например, или моей бабушке это. Да. Я помню, как моя бабушка бежала смотреть «Кармелиту» и кричала «Степано, включай телевизор!» Ну, то есть, она из Украины. Это абсолютно кому-то нужно вот это, а кому-то нужно вот это, кому-то нужно вот это. Это как разный жанр книг. Есть Достоевский, а есть Чак Паланик. Да, да. Есть Дарья Донцова, и она в своем жанре супер, допустим. А есть, я не знаю, «Хоруки мураками», допустим. И второсортные, второсортные, это разное. Кому-то что-то надо. Кто-то любит кальян, кто-то кальян не переносит. Кто-то любит ест, я не знаю, авокадо, яйцо пашот, а кто-то ест макарону по-флотски. У тебя огромная фильмография и разноплановые роли, но как ты выбираешь роли? То есть, есть такое, что ты садишься и отбираешь, какой-то проект подходит, где-то нет. Раньше я соглашалась на всё. Я скажу честно, максимально. Конечно, от совсем трешака я отказывалась. От чего, например? Ну, какие-то там убивки. Это же не в плане проекта просто, что надо было сделать. Нет, ну, в плане, что очень плохой сценарий. А, ну да. Убил, прибил, забеременел, родил и так далее, и тому подобное. Ну, то есть, раньше я максимально соглашалась на всё, чтобы нарабатывать опыт. Серьёзно, я скажу так. Потом наступил момент, когда я поняла, что плохой сценарий, он потянет тебя вниз. Как бы ты ни хотел, как бы ты ни старалась, как бы ты ни придумывал, как бы ты ни спорил за своего персонажа, плохой сценарий, он тебя потянет вниз. И с этого момента я поняла, что нет, я хочу выбирать. Я хочу быть сотворцом, я хочу выбирать, и, ну, я хочу другого. И с этого момента даже другие предложения всё по-другому стало выстраиваться. как только я сказала, что мне это не подходит. Это было в моей жизни, я благодарю за этот опыт, это классно. Опять же, честно признаваться, как одна артист сказала, клевая, я хочу оставить мелодраму, потому что они меня кормят. Это тоже имеет место быть. И мне кажется, главное быть честным во всем, что ты делаешь. Я иду зарабатывать деньги, я зарабатываю деньги, все. Или там какие-то другие истории. Сейчас я, когда мне присылают сценарий, благо сейчас прям какие-то кайфовые истории, и у меня сейчас будут выходить какие-то прям интереснейшие проекты. Это прям круто. И я очень рада. И они разноплановые роли. То есть если они выйдут все в одно время, это будет очень круто, потому что там просто три разных персонажа будет. Разные амплуа. Абсолютно разные амплуа, да, разные жанры. Это прям кайф. Сейчас отзывается мне или не отзывается? Я, когда начинаю читать сценарий, и если он меня затягивает, я начинаю читать, мне это, о, это значит мое. И есть уже моменты, когда я, например, по ценностям, мне это подходит или мне это не подходит, допустим. И опять же, есть момент персонажа. Если я читаю, и персонаж, ну, наверное, как сказать, не дзынькает. Вот когда мне не дзынькает, я хожу на пробы всегда, почти, ну, вот, потому что, опять же, сейчас так стало как бы складываться, что крутые проекты. Сейчас, кстати, да, очень вверх все пошло. Очень, и у нас, да, и у нас какие-то клевые сценарии, клевые съемки, клевое все сейчас начнет происходить. А мне кажется, что пошло все вверх, потому что мы все находимся сейчас в определенных рамках, и каждый теперь пытается чем-то выделиться. Именно поэтому все стараются. Да, да, это круто, да. Мне кажется, это круто, да. Конкуренция вдруг стала какая-то ощутимая. Да. Роль или проект твоей мечты? Убить Билла или ее звали Никита. Я не знаю почему, но это мои две, два моих любимых просто персонажа. Ну, это история про классных женщин. А в хоррор-фильмах? Нет, вообще нет. Нет, вообще нет. Нет, кстати, убийцу сыграть может быть. Блин, ну нет, я знаю свою психику, честно тебе скажу, она у меня очень подвижная, и я боюсь в такие штуки погружаться. Я тебе вот скажу честно. Да, у меня даже поэтому как-то, видимо, у меня даже такие сценарии не присылаются, потому что я не могу, да, мне прям очень, ну... А на что ты готова пойти ради роли? Давай это сделаем в формате игры, то есть я тебе предложу вариант, а ты скажешь нет. Давай. Поправиться на 20 килограмм. Тут нужно знать, для чего, для кого. Тут как бы, знаешь, в каком-то масштабном проекте. Главная роль. Как я худею, кстати, вот. Да. Сказала я грустно, но да, просто представила, как это будет все выглядеть. Да. Умереть в кадре. По-настоящему? Нет, нет. Ну, просто, то есть вашей игры. Да, конечно. Да, то есть нет понятия суеверия? Нет. Я перекрещусь и пойду в кадр. А если бы... А своим детям ты бы разрешил его сыграть? Нет. Нет? Нет. Есть история у Ноны Мродюковой, как ее сын... Она с сыном сыграла в кино, и ее сын играл мертвого, и в гробу лежал. А потом он умер. Есть такая история, да. То есть нет? Дети нет. Я вообще не хочу, чтобы мои дети... Они могут быть операторы как-то, с операторами, связаны с кино, но я... А я не знаю, как, конечно, судьба повернет, но я бы не хотела, чтобы они актерами были. Прыгну с парашютом. Я прыгала. Да? Да. Для роли или просто? Нет, я просто прыгала. Круто? Да. Четыре тысячи метров, да. Летела. Но я с инструктором, но это было очень круто. И с Таразанки, и мне с головой. Да, в Сочи? Нет, это было в... Мы снимали Форт Боярд во Франции, и я прыгала с башни. Конечно, мощно. Полететь в космос? Конечно. Три месяца быть в экспедиции без семьи? Конечно. Нормально? Как согласилась быстро. Да? Да. Ничего себе. Я просто сделаю все для того, чтобы они сюда приехали. Нет, ну я думаю, да, конечно. Поплавать в кадре с акулами? Нет. Нет? Нет, я боюсь. Что съест все. Реально, я вот у меня, вот я боюсь вот это рыб. Я когда на глубину заплываю и не чувствую дна, мне очень страшно становится. Да. А пройти армейскую подготовку? Да. Да? Солдат Джейс. Серьезно. Ты также активно играешь в разных спектаклях. Так. И актеры обычно делятся на тех, кто любит и уважает театр, и тех, кто за кино. В какой категории актеров относишься ты и почему? Я люблю и театр, и кино. Это две разные сферы. А я очень люблю театр, я очень люблю сцену. Я прям... Это для меня открытие. Я в том году, благодаря Юлику Варзину, я благодарю ее от всего сердца, меня позвали в Пигмалион играть Элису Булиттл. Так вообще, я думаю, как? Это же такой кайф. Это прям... Ну, это очень крутая роль. И я тогда поймала прям кайф сцены. Это совсем другая история. Сцена, это энергия такая. Это очень круто. А ты больше играешь в комедийных спектаклях или все-таки более тяжело? Вот ты знаешь, я всегда считала, что я драматическая актриса. Я всем говорила, я драматическая актриса. Но когда я пришла в театр, вот мы сейчас выпустили Профидота Стрельца, спектакль, Профилатову, и режиссер Олег Павлович говорит, Лер, ты клоунесса, какая ты драматическая, ты себя видела? А мы как бы там, ну, немножко надыграем, над спектаклем. Я такая, да, серьезно, я драматическая. Она такая, да ты комедийная. Ну, то есть вот это очень такой интересный момент. И ты, кстати, играла же вроде в спектаклях «Кухня», да, еще? «Кухня на выезде» был такой. Да, я еще хотела, да. Да, ты хотела? Да, реально, мне очень круто. Самое удивительное, что я же потом забеременела Германом, и я за два дня до родов репетировала. А, да? И я на настоящий живот подушку такая. Ну, это было, да, так. Читаем. Я была, да, прям настоящая. А что делать, если на сцене очень прихватила живот, а спектакль в самом разгаре? А ты знаешь, мне кажется, что удивительная вещь происходит на сцене. Тебе плохо, у тебя температура, вот ты выходишь на сцену, оно пропадает. А потом ты выходишь и бежишь в туалет. Ну, то есть на сцене как-то оно... То есть нельзя отменить из-за этого спектакль или как-то... Нет, то есть тебе перед спектаклем плохо, я думаю, что можно что-то сделать, но во время спектакля... Все равно, кстати, это подтверждает непрофессионализм, нет? Если ты не выходишь с температурой. Не, ну, разная бывает ситуация, слушай, если ты в Лешку лежишь, и ты не будешь встать, это как бы одно. Но я с температурой играла жесткой. Что происходит во время спектакля, о чем не догадывается зритель? Какая-нибудь история. Например, когда кто-то забывает текст. Угу. И вот это вот... Ты, наверное, хотел сказать... Да. Вот это вот... Это, конечно, вообще-то страшный сон артиста. Были ли у тебя ситуации буллинга? Как ты это переживала? Что за ситуация? Да, это было. Это было в танцевальной студии. Я в лет 9, по-моему, пришла в танцевальную студию в Москве, здесь. Я очень хотела танцевать. У меня это вообще не получалось. Я была прям гадким утенком. У меня на силачки. Похляк-тухляк. Вообще не из координации проблемы. И в последних рядах танцевала. А там девчонки, они с 4-х лет занимались танцами. То есть там из серии... Это просто... Девочки после этой студии поступали в хореографические училища. То есть там такой уровень подготовки. И я, которая на шпагат не может сесть. И меня жестко булили. Со мной они разговаривали, насмешки, не знаю, там... Ну, какие-то разные были такие унизительные моменты. Все это было. Очень жестко... Ну, в такой достаточно жесткой форме. Но мне было... Я так хотела выступать на сцене. Я так любила запах танцев, кулис, костюмов. Что я готова была все это терпеть. Вот это унижение. И я ходила туда всегда сама. То есть со мной мамой... Они работали с папой. И они со мной никуда не ходили. Ну, то есть я как бы сама со всеми с этим справлялась. И я помню момент, какая-то была жесткая ситуация. Случилась, видимо. Ну, какая-то такая жесткая. Я еще не могла отпортить. Я не могу вспомнить. Я помню, мне предлагали... У меня были длинные волосы. Я помню, как мне в насмешку типа предлагали. Давай мне тебе жвачку волосы засунем. Ну, то есть... Ну, как бы это было... Какая-то ситуация с физическим связана, с чем-то? С физическим нет. Ты знаешь, я даже считаю, что психологическое куда... Вот я помню, это был именно психологический буллинг. Ну, когда ты заходишь в танцевальную... В переодевалку, а с тобой никто не разговаривает. Да, я знаю. Когда ты просто... Ну, вот это вот психологическое. Ты понимаешь, что ты хуже всех. Тебя никто не уважает. Ты стоишь в заднем ряду. Как бы... Вот такие насмешки, взгляды и так далее. Это все. Но я сейчас, оборачиваясь назад, понимаю, как это круто, что это было со мной. Я прям думаю, вау. Потому что последний станет первым. Первый станет последним. Мы никогда не знаем, кто где окажется. И я помню, мне лет 11 или 12 я плачу, мама на руках. Я плачу, я прям помню этот момент. Я рыдаю, потому что они меня не принимают. И это очень сложно. А сейчас уже возраст пошел, ну, там, уже 12-13. Уже вот этот сложный период у девочки. Я помню, мне мама вдруг говорит, доченька, ну, если ты не хочешь, ну, если тебе там сложно, ну, не ходи. А я говорю фразу. Если я уйду, они победят. Я вспомнила ее, когда я повзрослела. И я думаю, блин, это так... Вообще, я так благодарна всем тем девчонкам. Мы потом, кстати, подружились все. Все выросли. Кто-то ко мне пришел, извинился, сказал, Лера, извини, пожалуйста. Мы были неправы. Это было очень жестко. И я понимаю, что это меня сформировало. И поэтому то, что сейчас... Я слышала, что сейчас очень много в школах у разных ребят, девчонок, мальчишек, есть это все происходит. И главное, если ты уйдешь, они победят. И быть верным себе. Вот серьезно. Поэтому для меня это была важная школа жизни. И я очень благодарна, потому что это то, что меня сформировало, как более-менее сильного человека, который проходит и будет проходить через какие-то трудности. Короче, я это говорю всем подросткам. Ребята, если вас кто-то гнобит, я прошу вас, пожалуйста, последний станет первым. Просто берегите себя, потому что это очень страшно, это очень больно. И не бойтесь про это говорить. И это все... Не сдавайтесь. Если вы уйдете, они победят. Ты пережила РПП, сейчас это многие переживают. Да. Я тоже. И мне интересно, как из этого выйти. Да, у меня было в институте, мне казалось, что я толстая. И я все время худела, и ничего не ела. И дошло до того, что у меня было предбулимическое состояние. И это ужас. Я никому этого не пожелаю и не посоветую. Отвратительно. Но сейчас у нас уже поменьше этого навязывания идеального тела. но все равно. Это ужасно. И то, что я пережила, это очень плохо. День не есть, а потом наедаться. Ну, мы все знаем, что такое булимия. Да. И я с каким-то чудом вышла оттуда. И мое исцеление началось тогда, когда я сказала себе правду, что у меня проблема. И постепенно, постепенно, постепенно оно как-то, каким-то чудом я сама вышла из этого. Но особенно после рождения детей у меня, видимо, поменялся обмен веществ. И я просто приняла свое тело. Вот, кстати, это тоже, мне кажется, что вообще проблемы расстройства пищевого поведения это не принятие своего тела. А после рождения детей у меня случилось принятие максимальное своего тела. Мне это тело дал Бог. Он создал меня идеальный. Конечно, если я буду жрать шоколадки и торты на ночь, я не буду жаловаться потом на прыщи и на целлюлит и на жир, это как бы уже моя ответственность. Но то, что дал Бог, я должна это поддерживать, вырабатывать, трудиться над этим, но не уничтожать себя. А сейчас ты можешь сказать, что ты достигла прям идеальную версию себя или есть еще куда развиваться личностная? и как-то... Личность навсегда есть куда развиваться. Слушай, я в этом плане душнила. Да? В физическом плане. А ты знаешь, есть, я вдруг поняла, что есть одна зона, куда я хочу направить свое внимание и изменить, но я хочу это сделать не потому, что ее должно быть, блин, такое, а я это хочу сделать для себя. И опять же, с появлением детей, как бы все это банально не звучало, я понимаю, что я должна быть здоровой. Составь свой топ. Три книги. Так, три книги. Это «Два брата Бен Элтон», «Мастер и Маргарита» и пусть это будет «Выбор» Эва Эдит... Эва Эдит Экар, по-моему. «Психолога. Женщина, что прошла концлагерь». «Выбор книга». Да, очень крутая. Советую прям всем. Пять любимых коллег, с которыми снимались. Это даже не про друзей, а просто... Да, Аня Воробьев. Просто обожаю. Обожает ли он, мне все равно. Даня, привет. Даня Воробьев, Сергей Епишев, Владимир Адольевич Ильин. Да много. Слушайте, мне везет. У меня какие-то крутые партнеры. Правда. Я сейчас просто поняла, что у меня вот такой список сейчас будет. В 2015-м у тебя был пост с детской фотографией, и ты написала «Шоколад заедает творогом и счастлива». А что сейчас для тебя счастье? Счастье — это... Сейчас... Э, реп с маслом и сыром. Да оно как-то в каких-то мелочах. Вот поехать в Кстово, например, ко мне. То есть оно сейчас такое же, как и было в детстве. Слушай, а я люблю что-то такое вот с детства. Вот я говорю про Кстово, например, откуда я родом. Я обожаю туда возвращаться. Это в Нижегородскую область, на Волге. Это родина. Это родина, да. Я там родилась. Моё место силы. Я туда на два дня приеду, никакая. И просто как будто меня Волга напитает. Я приезжаю туда к своей любимой тётечке Танечке. И я просто вот в каком-то другом пространстве нахожусь. Я ем, лежу, гуляем, уходим, разговариваем с тётей Таней. И я просто другим человеком возвращаюсь. То есть и вот это для меня тоже счастье. Для меня счастье — это там и с детьми, это и работа, это и съёмки, это и пробы, это и встречи, это и жизнь сама по себе. И счастье вот именно вот побыть на родине серьёзно. Я прям максимально там два раза в год стараюсь туда ездить, ходить на Волгу. Это моё первое воспоминание детское о Волге. Мне важно место, где я родилась. Хотя я здесь с 8 лет в Москве живу, я очень люблю Москву, но моя родина — это Волга и город Кстово. И моё первое воспоминание о Волге, мне 5 лет, мы идём через какие-то камыши, и я вдруг выхожу на Волгу. И я помню мой детский восторг. Какая она большая, широкая и сильная. И счастье из-за этого, кстати, и рождается, возможно. Ну, конечно, да счастье, ну, как-то оно. Как-то так. И последний вопрос, что бы ты сказала той самой Лере на фотографии? Я сейчас скажу, но это можно будет вырезать. Кто сыт, тот гибнет. Да? Ну ладно, нет, нет. Потрясающе всё. Нет, это... Ну ладно, я уже совсем какой-то... Нет, всё-таки не знаю, я же актриса, я же женщина. Что бы я сказала? Я бы сказала, что впереди тебя ждёт много всего. Не предавай себя. Я бы сказала так. Не предавать себя, выбирать себя, быть цельной и ничего не бояться. И честной быть самой собой в первую очередь. Валерия, спасибо тебе большое, что пришла ко мне в гости. Ты, правда, очень светлый человек. Я даже слушала и находила себя в каких-то вещах, в каких-то понимала, что у меня есть ещё куда расти. И у меня даже проскочила такая мысль, что я хочу, когда вырасту, быть такой же вот светлой, чистой, как ты. Ну правда, это очень круто. И я желаю тебе только продвижения и личностного, и ролей прям своих, любимых. И, конечно, здоровья и счастья твоим детям. Это очень важно. Спасибо, я тебя благодарила. Спасибо, тебе было тоже очень радостно. И я прям... Вы крутое наше будущее. Да? Да, спасибо. Мне очень понравился разговор с Валерией. Я зарядилась теплом и светом. А вы подписывайтесь на мои социальные сети и на социальные сети проговори. А также смотрите интервью актрис на нашем канале Марии Абрамовой и Кате Старшовой. Это Саша Про Субтитры сделал DimaTorzok